Да, ссыкуха ты, что ты ссышь, я тебя бить не буду Что ты кричишь на власть? Вот эта власть, вы будете подчиняться, гондоны российские Понятно? Вы пойдете, русские пидорасы, я лично с тобой приду Добрый день, друзья и недруги Не удивляют меня вот эти вот истории Вот то, что происходит в Армении, совсем не удивляет Огорчает, да, но не удивляет Лет пять назад я говорил с Тиграном Кесаяном об этом И мне показалось, что вот многие русские армяне Которые действительно себя ощущают русскими И переживают за Россию Они уходят вот от этой армянской темы Они не хотят говорить про русофобы в Армении И игнорируют эту проблему И используют свой авторитет Для работы или для войны Для войны, конечно, для информационной войны Для информационной войны в Армении Они, я не скажу, что малодушно Но скажу, что зря они используют Вот то, что у них есть Я имею ввиду в репутационном смысле Для того, чтобы своих соплеменников Как-то так огибнуть В хорошем смысле Недавно беседовал с одним политологом Он сказал Вот Украину мы потеряли И уже мы этого не понимаем Сказал, но мы потеряли и Армению Имеется ввиду, что в Армении Очень сильное антироссийское настроение Особенно у молодежи Потому что... Это бы нету Я не согласен и с первым Чтобы мы потеряли Украину И, конечно, с вторым Там уже выросли поколения Которые видят историю Есть один нюанс Потому что, в отличие от Прибалтов Которые исторические Ну, там древняя такая история Нелюбви вассалов Нелюбовь вассалов к метрополии Грубо говоря То же самое у поляков Потому что все-таки Это была речь посполитая Там, и было государство А потом вдруг стала губернатор Понимаете, да? С Украиной другая история Украина это не Украина Украина это российская земля Грубо говоря Российская, та российская И эти народы Все-таки остались в списке миротворцев Да, мне, ну, воровал И белорусы, и Украина Это все равно Я не буду называть Малороссией, Большероссией Не важно Но это одна была страна Она не существовала Как отдельная страна Просто к счастью или к не счастью Но это так И, конечно, они не могут Никуда, ни мы К счастью, ни они Украинцы Любимые, дорогие Я обожаю Киев Я очень люблю туда ездить Не можем эмигрировать Мы к Китаю, они к Канаде Не получится Рядышком И жить будем рядышком И будем зависеть друг от друга Наверное, кто-то больше Кто-то меньше А что касается Армении Вы понимаете, когда мне это говорят Да, мы теряем Теряем Это алармистские настроения Конечно же, Россия недостаточно, на мой взгляд Делает для пропаганды Того, что Ребята, с нами хорошо Мы, как бы, мы, россияне Считаем, вероятно, что Ну куда эти армяне дедутся Все там вокруг И на верции И так далее И там подруг Ну, такой мир сейчас Могут и деться Но, с другой стороны В этом есть своя правда Исторически Многовековая дружба Братская Спасительная Для нас, для армян Как бы дружба была Америка, Армения и Россия Ну, так сложилось Поэтому Хоть и Потихонечку сокращается Советский слой Населяющий Армению Ну, те люди, которые выросли Родились Которые не понимали Как это может быть Чтобы быть Одна страна И появляются новые Замечательные Поросы Которые Существуют Огромное количество НКО Американской Огромное Я сейчас Плюс, не минус Я просто говорю Это факт В Армении В Армении В Армении И В отличие К сожалению От местных властей НКО Активно работает Да Просто Знаете так Забить косты И сказать Это мы Ребят Вот Вы получили сейчас Килограмм сахара Вы получили сейчас 10 долларов Или 100 долларов Это просто мы Не надо голосовать Так Просто мы Знаете Мы Штат Айдаха Решили помочь В жизни Когда Приходилось Сталкиваться С проявлением Какого Национализма За то Что Арменин Прилетала От кого Нибудь Когда Ну бывало Бывало Какие годы Крайний раз Это был шестой класс Крайний Последний Я надеюсь Класс шестой Что то там Ну а так как Воспитан был просто Папа Плакать нельзя Это нельзя Сильнее тебя Взял кирпич По голове Ударил Ну вот Разобрался С этой историей Антироссийская истерия и русофобия продолжают набирать обороты в Армении В Ереване уже который день под эгидой радикалов террористической САСНО ЦРР проходят антипутинские митинги и, судя по всему, ненавидеть русских теперь учат и детей В армянском сегменте социальных сетей распространяется репортаж местного телевидения, где маленькая девочка по имени Аня рассказывает о своей мечте избавить Армению от России Если наблюдать за всеми теми антироссийскими событиями и настроениями, которые происходят в Армении за последний год, становится очевидным, что с каждым днем все больше и больше армян называют Россию врагом Причем градус повышается с каждым разом Сначала все начиналось с мелких комментариев и недовольств в адрес российских экспертов и политологов, которые пытались объяснить армянам, что во всех своих бедах Ереван виноват сам, ввиду своей агрессорской политики, которая затолкнула страну в экономическую блокаду Потом пошел мат в адрес государственных деятелей, министров и первых лиц России, от Марии Захаровой и Сергея Лаврова до самого Путина, которого, кстати говоря, все еще продолжают оскорблять после каждого его слова А сегодня уже начали детей обучать русофобии и ненависти Маленькую Аню можно лишь пожалеть Она будет расти лишь в страхе Думаете ей объясняют, что Армения существует за счет России? Конечно же нет В мире принято девочек обучать доброте, любви, заботе, но не в Армении Вместо того, чтобы скрывать от детского разума все негативные черты мира и показывать все только хорошее Здесь с детства прививают фашизм, ксенофобию, антисемитизм, радикальный национализм, ненависть к азербайджанцам и туркам, а сегодня и к русским Дети невинны, но со временем, когда они взрослеют и имеют собственных детей, передача ненависти начинает идти из поколения в поколение Так это происходило с Азербайджаном и Турцией, сейчас это начало происходить по отношению к России Не верите? Вот посмотрите, как реагируют на ее слова взрослые армянские националисты и русофобы Армянские националисты в своей оголтелой риторике пробивают новые высоты, все больше выдвигая идею несовместимости с Россией Антироссийская риторика превратилась в культ не только для националистов, но и значительной части интеллигенции Такими темпами недалек тот день, когда в детских садах и школах Армении будут преподавать уроки истории Где мозги бедных детей с малых лет будут засорять нетерпимостью, ненавистью и презрением к людям иной веры, культуры и национальности Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий В Ереване прошла многотысячная антироссийская акция Как передает Вести АС, главным лозунгом митинга был Армения без Путина Участники многотысячной антироссийской акции выступили с осуждениями войны в Украине, заявляя, что Армения и другие постсоветские республики с Путиным не смогут отойти от своего советского прошлого Они заявили, что только без Путина постсоветские страны могут развиваться Участники акции выкрикивали также оскорбление и ругательство в адрес президента России Владимира Путина Многотысячная антироссийская акция была организована движением Национальный демократический полюс На антироссийскую акцию в Ереване были приглашены также граждане России и Беларуси, покинувшие страны в знак протеста против войны в Украине Организаторы акции предоставили им слово для выступления На видеокадрах видно, что власти санкционировали антироссийскую акцию и полиция выполняет роль наблюдателя Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч! Субтитры делал DimaTorzok Армения 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 Дружбы раз вечер раз и навсегда.